Турнир «Лето с футбольным мячом» проходил с 10 июня по 30 августа. Игры велись в три этапа. В масштабных соревнованиях участвовали детские команды из всех 37 муниципалитетов Самарской области. Всего почти 33 тысячи ребят. Сильнейшие игроки встретились в финале, а победители получили кубки и медали из рук губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона подчеркнул, что для занятий спортом в Самарской области созданы все условия. Появляется все больше качественных футбольных полей, обустроенных, комфортных. Это стало возможным благодаря инициированным президентом страны нацпроектом, федеральному проекту «Спорт. Нормы жизни», а также тем усилием, которые делают власти региона для популяризации поистине народного вида спорта – футбола. «Конечно, очень важно, чтобы наши футбольные клубы и Крылья Советов и Акрон имели подпитку из Самарской области, чтобы самарские мальчишки и девчонки пополняли наши команды мастеров. И показывали красивую игру, радость всем болельщикам, всем любителям футбола. И я уверен, что так и будет». Турнир «Лето с футбольным мячом» проводится в Самарской области уже 14-й год. В нем участвуют команды юношей и девушек двух возрастных категорий – 9-11 лет и 12-14. За соревнованиями следят представители двух футбольных академий региона – «Крылья Советов» и имени Юрия Коноплева и отбирают лучших игроков. К примеру, в прошлом году победители и призеры турнира отправились на 10-дневную стажировку в Академию «Крылья Советов», после чего две девочки продолжили там тренироваться на постоянной основе. Некоторые игроки, выступающие в молодежной и юношеской футбольной лигах, начинали свою спортивную карьеру с этого турнира. «Это дает огромный толчок детям. Что для мальчиков, что для девочек. Это огромный плюс, потому что не все, к сожалению, могут приезжать на просмотр в Самару». «Очень приятно, что сегодня проводятся такие турниры детские. То есть команды приезжают из области, и самарские, и Тольятти. Я думаю, что детям очень приятно, потому что я видел в глазах детей огонек. Еще не совсем он погас. Поэтому, я думаю, что только на пользу пойдет детям этот турнир». В младшей группе среди девочек третье место заняла самарская команда «Кристалл». На втором – спортсменки из «Визовки». Первое место завоевала «Лада» из «Тольятти». А в старшей группе команда из «Автограда» упустила позиции, но тем не менее завоевала бронзу. Серебро досталось команде из Красноярского района, а золото присуждено спортсменкам из «Васильевки». Среди юношей и младшей группы третье место получила команда из железнодорожного района Самары. На втором оказались отрадненцы, а победу одержали новокубишевские спортсмены. В старшей группе бронза у команды из «Кротовки». Серебро уедет в Смышляевку, а золото в Луначарский. Помимо матчей для участников и зрителей финального этапа турнира были организованы показательные выступления спортивных и творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы с ведущими тренерами Академии Крылья Советов и товарищеская встреча капитанов команд, участниц турнира с почетными гостями. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События.